МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях прямо сейчас. Восстановить здоровье в Чувашии заработают санаторно-курортные здравницы. На постоянное место жительства сотрудники химпрома выпустили Волгу, Мальков, Стерляди. Лига молодых в Ночь в Оксарске представили молодежную хоккейную команду. Как решить проблему нехватки специалистов? Кто должен заботиться о содержании общественных пространств в сельской местности? И как идет ремонт детского сада в поселке Урмары? В ходе рабочей поездки в Урмарский район в Рио главы Чувашии посетил сразу несколько объектов. Первый пункт – деревня Ямбай. Здесь уже 5 лет у жителей фактически нет дома культуры. Это полуразвалившееся здание – бывший дом культуры деревни Ямбай Урмарского района. Клубу 43 года в таком состоянии он пребывает последние 5 лет. Фундаменты сцены в огромных трещинах, протекает крыша, не функционируют системы отопления и электроснабжения. Вопрос реконструкции жители деревни поднимали уже несколько лет, но безрезультатно. Тогда они взяли судьбу здания в свои руки и решили провести частичный ремонт. Администрация района заключила контракт со строительной фирмой на сумму более 350 тысяч рублей. Причем часть средств, а именно 72 тысячи, вложили жители деревни. Но этого все равно не хватает. Для завершения ремонта здания и ввода его в эксплуатацию требуется 2 миллиона 450 тысяч рублей. С просьбой о помощи жители деревни обратились к Олегу Николаеву. Я написала Олегу Алексеевичу письмо в инстаграм лично. В понедельник вечером я ему написала. Ответ был уже положительный. Во вторник он обещал к нам в нашу деревню заехать. Нам не нужен большой клуб. Нам нужен нормальный новый клуб. Такой же, как по площади, как старый. Нам хватает. Осмотрев здание в Рио, главы Чувашии заметил, инициативное бюджетирование, конечно, очень действенная форма работы, но в данном случае явно недостаточная. Когда уже разваливающийся объект пытаются отремонтировать, очевидно, что после его реконструкции он уже будет опять аварийным. Поэтому поручения, соответствующие, в том числе, даны на этот счет и органам государственной власти Чувашской республики, надеюсь, соответствующие решения мы найдем. В итоге в Рио главы Чувашии предложил пока остановить ход работ и поручил региональному Минструю в течение двух недель изучить, подлежит ли реконструкции существующее здание или необходимо его снести и построить новое. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. В Чувашской республике полным ходом идет уборочная кампания. Наша съемочная группа побывала в Батыревском районе. В хозяйстве Лаврентьевых за четыре дня уже собрали урожай с 90 гектаров пшеничного поля. В планах убрать еще 170 гектаров. Цены зерна определяют по нескольким параметрам. Одно поле, примерно 43 гектара, сорт «Марафон» о зимой пшенице, он нам дал 55 сетнеров с гектара. Вот вчера уже передали семена, продукцию, материал, чтобы сделали нам анализ. Кликовины еще не знаем. Чтобы повысить урожайность, в хозяйстве в этом году впервые применили жидкие удобрения – карбамидно-мяочную смесь. В прошлом закупили зерносушку, которая за сутки может высушить до 120 тонн зерна. Убирают зерновые и в агроферме «Корма». Пока урожайность составляет 45 сантиметров с гектара. Всего у нас земли 1100 гектаров, 900 гектаров зерновые, 12 гектаров селок, селок, на сегодняшний день там вытаскивают селок. Кроме них картофель 80 гектаров. В этом сезоне планируют собрать на 500 тонн больше, чем в прошлом году. Здесь приобрели современный комбайн, воспользовавшись господдержкой и сумели за счет субсидий покрыть часть расходов. Нам с отцом очень нравится работать в поле. Как помню себя, отец меня приучал к работе на комбайне с трех лет. Вместе с ним сначала катался, потом уже, когда подрос, взял меня к себе помощником. В этом сезоне уже, в 2020-м, уже сам комбайнер. В целом в Батревском районе уже обмолочено более 900 гектаров. На данный момент урожайность на 25% выше, чем в прошлом году. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В Чубаксарах объявлен аукцион на строительство школы в микрорайоне Садовой. Начать работы планируется в сентябре этого года, а ввести школу в эксплуатацию в июле 2022-го. Победителю аукциона заплатят не больше 1 миллиарда 92 миллионов рублей. Школа в Садовом будет рассчитана на 1650 мест. Планируется открыть 66 классов, по 25 в каждом. В блоке физкультурно-спортивных занятий разместятся бассейн, спортзал для занятий мини-футболом, гимнастикой, волейболом и баскетболом, студии хореографии и драм-кружкам, зал ЛФК и школьный тир. Заявки на аукцион принимаются до 5 августа. В этот же день подведут итоги торгов. В Чувашию поступили 15 новых школьных автобусов. Учеников будут возить на машинах марки ПАС. Их покупка обошлась бюджету республики в 33,7 миллионов рублей. Новые школьные автобусы оснащены системой ГЛОНА с проблесковыми маячками и тахографами. Транспорт передан на замену старых автобусов и на новые маршруты. Всего в республике 372 школьных автобуса. 28 из них предназначены для доставки детей на спортивные и массовые мероприятия. Остальные автобусы подвозят к школам более 13 тысяч детей из 1379 населенных пунктов. Чувашия перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующий указ подписал Олег Николаев. С сегодняшнего дня возобновляется работа непродовольственных магазинов торговой площадью до 800 квадратных метров. Открываются автошколы, имеющие лицензию. Местные санаторно-курортные организации могут заняться реабилитацией пациентов, перенесших ковид-19. И еще одно из важных решений. Медицинские организации постепенно возвращаются к плановой работе. В первую очередь будет проведено перепрофилирование работы наших больниц. И основное внимание, которое сегодня начинает снова оказываться жителям республики, это внимание к диспансеризации, это внимание к плановым операциям. Это сегодня возобновление планового, хорошего лечения для всех больных, у которых есть хронические заболевания, у которых сегодня обязательно должны находиться под наблюдением медиков. Это очень важный момент. И вот глава основной направления, который в том числе для нас определил, это развитие реабилитации. Мы с вами знаем о том, что Чувашская республика обладает колоссальным потенциалом по нашим санаторно-курортным комплексам, по профилакториям, чья специализация именно помогать восстанавливаться после коронавирусной болезни. И это первые пациенты, которые туда поступят по направлению медиков. Второе – это внимание к тем, у кого в этом году могли обостриться хронические заболевания. Коронавирус очень часто осложняется пневмонией, и последствия могут еще долго напоминать о себе. Поэтому реабилитация необходима пациентам, которые перенесли болезнь в сложной форме. Первоочередное внимание уделяется тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистые болезни. На этой неделе заработают дневные реабилитационные стационары в санаториях Чувашия, курорт и Надежда. Все условия для этого там есть. У нас прекрасная водогрязелечебница, где есть все необходимые факторы для того, чтобы восстанавливать больных. Это и физиотерапевтическая аппаратура, и барокамера, кислородная, инновационная нового поколения. После нее уже сейчас наши пациенты отмечают очень хороший эффект. И занятия лечебной физкультуры. У нас специально подготовлены инструкторы. Прекрасный зал со всем необходимым. Это и при необходимости ингаляции. У нас ингалятория есть. И, конечно же, это соляная шахта, которую мы используем также для восстановления больных, перенесших коронавирусную инфекцию, перенесших пневмонию. Кроме того, у нас есть сухие углекислые ванны. Кстати, мы очень широко применяем при реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой системы. У нас есть радоновые ванны. Для организации в санаториях 10- и 14-дневного реабилитационного курса здравницы должны получить лицензию в течение 10 дней. Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики зарегистрировала еще трех кандидатов на должность главы Чувашии. Это Николай Степанов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Члены комиссии нарушений в поданных им документах не нашли. Благополучно прошел регистрацию и Александр Андреев от КПРФ. Хотя ему пришлось поволноваться. При проверке подписей две были продублированы. Это выяснили эксперты. Подписи двух уровней. Первый уровень, второй уровень. Первый уровень это подписи районов, депутатов районных, потом собраний и городов. Второй уровень это подписи сельских поселений и городских поселений. И представьте, у нас максимальное количество 57. Это подписи первого уровня. И одна подпись из этого перечня у меня получается недействительная. Потому что один из этих депутатов поставил ранние подписи за другого кандидата на пост за добычу в Варской республике. У меня получается таким образом осталось 56. Если бы у меня их осталось 54, а минимальное количество допустимое 55, то меня бы сегодня не зарегистрировали. И понимаете, что интересно, мы не можем проверить эту информацию. И нет никаких реестра. Я сам и наша партия считают, что муниципальный фильтр должен быть отменен. Еще один кандидат Константин Степанов от ЛДПР на процедуре регистрации не смог присутствовать по уважительной причине. Удостоверение он сможет забрать в ЦИКе. Интриги никакой не произошло. Все три кандидата, которые сегодня были в повестке дня, зарегистрированы. То есть всего у нас зарегистрировано кандидатов стало четверо. Компания еще продолжается. У нас еще не все кандидаты прошли период регистрации. Но на данный момент семерым кандидатам, которые выдвинулись, уже отказаны в регистрации. Причем шестеро из них получили официальный отказ. Один сам отказался от дальнейшего продолжения борьбы. С чем это все связано? Связано с тем, что они не сумели собрать необходимое количество документов, которые по закону должны были представить для своей регистрации. Уже завтра станет известен окончательный список претендентов на пост главы Чувашии. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чубаксарах установили мемориальную доску в память о воине-десантнике Олеге Беспалове. Он погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане в 1981 году. И награжден посмертно орденом Красной Звезды. Ученики седьмой столичной школы торжественно и чинно несут почетный караул. Школа с 2009 года носит имя Олега Беспалова. Строки его биографии кратки, как и его жизнь. В памяти тех, кто знал его лично, кто его любил. Он остался прежним, верным другом и товарищем. Вот теперь только остается вспоминать. И хочется, чтобы наши ребята, которые здесь растут, ходили в эту школу, в седьмую, куда и он ходил. Тоже помнили о нем. И каждое утро, заходя, мысленно здоровались с Олегом. Мысленно его облагодарили, что он погиб не зря. Большое спасибо ребятам, моим друзьям, депутатам и городской администрации, что сделали эту мемориальную доску. Бережно хранят память о нем и его одноклассники. Именно они выступили с инициативой увековечить память своего друга. Ее поддержали и жители микрорайона. Это нужно для военно-патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения. Олег Беспалов ушел в вечность. Вы знаете, когда цинковые гробу привезли Олега, когда гроб стоял дома, письмо из ящика было от него. Мама, мы родители, мы скоро домой. Очень скромно, мужественно, ответственно. Вот такие были родители и такой сын. Напомним, рядовой Олег Беспалов погиб в провинции Кандагар в октябре 1981 года за несколько дней до увольнения в запас. Сегодня именем отважного десантника-гронометчика названа улица в городе и сама школа. На торжественном открытии мемориала присутствовала и племянница Олега Беспалова. Я надеюсь, что наши ребята, которые учатся здесь, в седьмой школе, они уже знают историю Олега, поймут, насколько вообще важна их жизнь, насколько важно быть правильным человеком. Цветы к мемориальной доске – минута молчания. Так заполнилась еще одна страница с народной памяти. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика. Больше Таебинское городище в Яльчихском районе Чувашии – крупнейший памятник истории и археологии республики. Раскопки здесь ведутся не первый год. В этом сезоне работы ограничены из-за коронавируса. Но кое-что удалось сделать. Пригодилось новое оборудование, которое позволяет буквально заглянуть под землю. С 2018 года археологи Чувашского государственного института гуманитарных наук совместно с Институтом археологии имени Халикова проводят исследования на самом крупном археологическом памятнике Чувашской республики – Больше Таебинском городище. Площадь составляет около 26 гектаров. Это остатки поселения времен Волжской Булгарии. При помощи специальных приборов, георадара и магнитометра была обследована часть площадки городища. Это позволит понять без раскопок, что находится под землей, и выявить следы древних жилых построек. Такие исследования редко проводятся в нашем регионе. Они уникальны и дорогостоящи. В России геофизика применяется нечасто. Больше в геологии, чем в археологии. Работа проводилась вместе с специалистом лаборатории «Археологическая геофизика» Владимиром Бездудным. В целом результаты наших исследований дают возможность говорить о том, что это городище до монгольского времени. Если раньше считалось, что городище возникло в домонгольское время и существовало в эпоху Золотой Орды, то сегодня нами пока не найдены комплексы золотордынского времени. То есть все находки, которые мы нашли, говорят о домонгольском характере этого города. Возможно, в будущем мы и найдем что-то, подтверждающее теории наших предшественников. Но пока мы считаем, что это город, существовавший в этот период. То есть это конец X-XIII века. Разными цветами на карте нанесены показания магнитного поля. Белый цвет нейтрально, синий отрицательное воздействие, красный положительное. То есть это связано с огнем. Расшифровка и анализ данных еще впереди, но часть гипотез уже подтвердилась. В ряде случаев это выглядит как некие огороженные участки. Вот здесь, например. Может быть, вот тут. Теоретически возможно, что это связано с древней усадебной застройкой, уличной планировкой данного городища. Мы однозначно можем говорить, и Владимир Григорьевич утверждает, что вот эти объекты здесь выявлены наверняка. И дело уже наших археологов в последующие годы, в том числе в следующем году, либо разбивать здесь раскопы, вот так скажем, и проверять эти объекты. Мария Федорова, Андрей Спиридонов, Республика. Одно из направлений федеральной программы оздоровления Волги – ежегодное пополнение рыбных запасов. Вчера сотрудники химпрома под наблюдением экологов выпустили в районе речного порта более 40 тысяч мальков-стерляди. Когда-то эту царскую рыбу можно было поймать на обычную удочку. Стерляди было много, и без нее не обходилась ни одна уха. Но строительство гидростанций, создание больших водохранилищ, браконьерство нарушили природное равновесие. Популяции стали исчезать. Эту рыбную мелочь привезли в Чувашу из Подмосковья в специальных контейнерах, сохраняющих нужную температуру воды. Специалисты из Росрыболовства проверили качество и количество мальков. Каждая особь весила в среднем 10 граммов. И размножаться она начнет года через 3-4. Подорвали запасы популяции стерляди. И сейчас в стерлядь находятся в Красной книге Чуварской республики, Красной книге Мариэл, Татарстана. То есть практически всех субъектов. Был массово истреблен как раз период перестройки, период развала СССР, массовое браконьерство в первую очередь, неконтролируемый промысел в промышленных масштабах. Ну и естественно и любительское рыболовство тоже. Любители тоже ловили стерлядь. Все это нанесло популяции стерляди на территории Чувашской республики. В данный момент большой ущерб. И вот это мероприятие как раз направлено на то, чтобы восполнить водно-биологический ресурс, восполнить популяции стерляди на территории Чувашской республики. Оздоровлением Великой Русской реки занимаются все поволжские регионы. Один из активных участников процесса зарыбления – коллектив Химпрома. Огромную полезную работу, скажем так, выполняем в плане того, что все-таки рыба хорошая. И дай бог, чтобы она прижилась большей частью здесь, на Волге. И чище будет все-таки рыба донной, очищает и сам водоем. То есть зелени меньше будет. Ну, самое главное, что могу сказать. Чем больше выживет, тем лучше. Сегодня пример, который показывает Химпром, это такой пример ответственной политики, корпоративно-социальной ответственности. Безусловно, химики учитывают научные исследования и рекомендации Росрыболовства. Помимо стерляди, в различные водохранилища в этом году выпустят молоть толстолобика. Ульяна Пятакова, Республика. 1 августа стартуют отборочные соревнования для участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Соревноваться участники будут по 20 компетенциям. Команду Чувашской Республики представят 19 победителей регионального этапа по 17 направления. Участники будут выполнять задания под наблюдением веб-камер на домашних площадках в своих субъектах страны. Оценивать конкурсантов будут в центрах управления соревнованиями, которые размещаются на территории регионов-соорганизаторов. В Чувашии два таких центра по компетенции «Поварское дело» на базе Чебоксарского техникума «Технологии питания и коммерции», по компетенции «Электроника» на базе Межрегионального центра компетенций Чебоксарского электромеханического колледжа. Соревнования завершатся 20 августа, и тогда станут известны имена финалистов чемпионата. На базе Республиканской спортивной школы номер 4 появилась молодежная хоккейная команда «Сокол». Впервые за 45-летнюю историю учреждения. Она будет играть в первенстве национальной молодежной хоккейной лиги. Сегодня прошла первая тренировка. Совсем скоро тренировки станут постоянными. Все уже соскучились по нормальной физической нагрузке. Идея формирования молодежной хоккейной сборной витала уже давно, но официально была озвучена на церемонии открытия регионального центра по хоккею. И уже через месяц Минспорт подал заявку на игры в национальной лиге. Олег Владимирович Салтыков. Он обратился в Министерство физической культуры и спорта. Вроде спортивная жизнь остановилась как раз, но мы это время использовали как раз для анализа той работы, которая была проделана и которую предстоит сделать. И он выступил с таким предложением. Мы как Министерство поддержали, потому что действительно очень хорошая идея. Я еще раз говорил, и буду говорить, что много наших ребят, которые достигают 18-летнего возраста, потом уходят в другие регионы, потому что здесь нет нашей команды. В ряды молодежного сокова стали вчерашние юниоры – выпускники местных спортивных школ. Понятно, что в команде еще будут переостановки, но основной костяк создан. Впереди тренировочные сборы на открытом воздухе. Создав эту команду, мы как бы продлеваем хоккейную жизнь для наших ребят, воспитанников нашей школы, которые десятилетиями проходят обучение в нашей школе и будут потом иметь возможность для более мягкого перехода с молодежного хоккея на хоккей взрослой команде мастеров. То есть они здесь могут играть до 21 года. Это хорошее подспорье для нашей школы, для наших воспитанников, которые будут дальше продолжать обучение в нашей школе. Игроки-молодежки осознают важность поставленных задач. Для меня это, во-первых, дает возможность продолжить свою хоккейную карьеру, хоккейную жизнь. Также постараться пробиться в более возрастные команды. Ну, например, в Качи-боксары туда попасть хотя бы. Только положительные эмоции. Я недавно мечтал поиграть на таком уровне, на новом для себя. Благодаря переходу Республики на второй этап снятия ограничений команда сможет начать тренировки уже в августе. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова